Добрый вечер! Здравствуйте! Здравствуйте, Андрей! Вы не первый раз, но сегодня хотелось бы вашу беседу со мной построить на одном важном вопросе. Если останется время, понятно, мы затронем еще важные темы жизни и политики Криворожской. Но сейчас поговорим о судах, которые проходили при вашей, так сказать, политической, общественной поддержке, судах, которые касались Криворожгаза и которые касались того, что решением суда было принято отменить норму 8,3 куба с человека в некоторых домах. Мы поговорим, в каких именно домах, почему именно в этих домах, насколько активна публика в этом вопросе, насколько активны жители города в решении проблемы, потому что для многих это является проблемой, которая бьет серьезно по карману, а раньше не била. Ничего вроде бы не произошло, никто больше вроде бы потреблять не начал, а платить должен. Давайте тогда, если можно, маленькую предысторию вашей борьбы или как вы это называете с Криворожгазом и борьбы людей, с которым вы помогаете. Роман, я, конечно, начну рассказывать об этом, но перед этим я хотел бы воспользоваться возможностью и в преддверии 8 марта поздравить всех наших женщин с днем 8 марта, с этим прекрасным весенним праздником. Пожелать им счастья, здоровья, мужского внимания, любви, весенних цветов, хорошего настроения и того, чего действительно хочет женщина. Чего хочет женщина? Женщина, ну интересно, того хочет Бог. Женщина, наверное, точно так же, как и мужчина, хочет не платить деньги за 18,3 куба. Значит, если кратко, то эта эпопея уже скоро будет как год. Криворожгаз обязан был установить всем абонентам города Кривого Рога индивидуальные приборы учета, индивидуальные счетчики. Однако в августе месяце прошлого года Криворожгаз резко поменял свою деятельность в связи с этим и стал устанавливать общедомовые приборы учета. Я считаю этот прибор социально несправедливым, техногенно опасным. Кроме этого, мы вообще должны получить иную услугу. Социально несправедливо согласен. Почему опасен? Техногенно опасен по одной большой причине, как показал Луцк, доступ до этого прибора учета он свободен. Насколько я понимаю, в Луцке кинули туда гранату и результат был печален. Кроме этого, если вы обратите внимание, он устанавливается не на контролируемой территории. В основном у нас панельные дома, панели складываться свойства имеют и так далее. Кстати, этот вопрос я еще подымал год назад. Есть какие-то нормы, по каким правилам это все устанавливается? В данном случае речь идет о том, что закон о коммерциальном облике природного газа обязывал Криворожгаз установить в каждую квартиру прибор учета. Криворожгазу, естественно, это невыгодно. Почему? Потому что для того, чтобы в стандартный 100-квартирный дом поставить всем приборы учета, надо 200 тысяч в среднем. А так он решает эту проблему путем установления общедомового счетчика за 30-40 тысяч, экономя своим акционерам очень крупные деньги. Сколько таких счетчиков общедомовых установлено в городе? Бод назад информация была о 2000 домах. То есть Криворожгаз не успевал до 01-01-18 года, закон обязывает его это сделать, на 2000 домах. Сейчас ситуация, какие цифры сейчас, где установили, где не установили, для меня очень сложно. Почему? Потому что в борьбе с такой несправедливостью, как то, как действует Криворожгаз, пришлось заняться судами. Я напомню, что речь сейчас идет о общедомовых счетчиках. Они касаются, эта ситуация касается в основном панельных 9-этажных и 5-этажных хрущевок. В тех случаях, если в квартире не предусмотрена установка колонки и тому подобное. То есть только газовая плита в этом случае, для того, чтобы обеспечить контроль, так сказать, этого дома, вот пришли к тому, что такая появилась странная идея установить такой счетчик на весь дом. Не знаю, как это устроено в законах. Я понимаю, что есть все-таки какие-то лазейки, по которым можно это устанавливать. В данном случае, да. Единственное, могу сказать следующее. Закон не снимал обязанности с Криворожгаза установления внутриквартирных счетчиков. На настоящий момент происходит следующая ситуация. Люди понимают, что общедомовой счетчик как раз им не нужен. Им нужны индивидуальные. Кроме этого, с 2011 года, Роман, каждый абонент и каждый прописанный в наших квартирах заплатил примерно, не говорю, что это точная сумма, но примерно 50 долларов за установку внутриквартирного прибора учета. Они внесены в ту сумму, которую мы ежемесячно платим. Конечно, конечно. В каждом кубе оплаты за каждый куб 25 копеек. Прописан один человек, это 50 долларов. Прописано трое человек, это 150 долларов. То бишь, кроме этого, за это платили также и люди, которые живут в частном секторе, у которых внутриквартирные счетчики, общедомовые, прошу прощения, индивидуальные приборы учета стоят давным-давно. Но они тоже платили за это. Я знаю, что были истории, когда разными методами люди не допускали установку такого счетчика у себя на доме. Кто-то вызывал полицию, кто-то звонил вам, кто-то делал такой микробунт с работниками Криворужгаза. Там разные были ситуации. В некоторых случаях работники предоставляли определенные документы, которые надо было или не надо было подписать. Давайте, если можно, полторы минутки именно об этих историях. Как это происходило, на какие случаи выезжали вы и что происходило там на местах до того, как это все попало. Роман, пик вот этих всех, так сказать, в кавычках боевых действий с Криворужгазом припал на конец августа и на осень 2000 прошлого года. Я могу сказать, что очень тяжело противостоять элементарному беззаконию. Почему? По одной большой причине, что все-таки, когда вы приезжаете, например, в такие богатоквартирные будинки, как там, где управление происходит путем ОСББ, путем там, где ЖСК, там, где управление будинком происходит путем сборев. Это дома людей, это собственность людей. И здесь появляется Криворужгаз, пускай он монополист. И на эти дома, на жилищные кооперативы, на ОСББ тоже устанавливались без всяких обсуждений? Да, да, да. То бишь, прежде чем ты приехал что-то делать, ты спроси прежде всего собственника. Собственник – это население. И ты не можешь что-то сделать, не спросив разрешения. Кроме этого, хочу сказать, что еще формой управления у нас в городе, это является форма управления. Большинство домов принадлежат все-таки управлению коммунальной властности МИСТа. Мы, 64 депутата, не давали разрешения на новую установку общедомовых приборов учетов. Что было потом? Некоторые были несогласны, и им были такие своеобразные штрафные санкции. Значит, однозначно люди были несогласны. Однозначно люди сопротивлялись. Люди не давали устанавливать их. Это выражалось разными способами. Вплоть до того, что люди становились под газовую трубу и не давали работать. Вызывали полицию. Полиция приезжала, понимала, что Криворужгаз что-то не то делает. Однозначно. Ну и как-то снималось это напряжение с участием полиции, с участием общественности, населения, меня. В общем-то, я, признаться честно, давным-давно уже не выезжал на дома. Почему? Потому что люди поняли, что делать, как делать и зачем это делать. Счетчики продолжают устанавливать? Продолжают устанавливать там, где люди не понимают, что их ждет в будущем. А что их ждет в будущем? А в будущем их ждет ситуация такая, какая сложилась на десантной. Первый, второй, третий дом были установлены на каждый дом общедомовые приборы учета. Там сейчас люди платят, каждый жилец платит по 26 кубов. Без счетчика мы сейчас, тем, кому не установили счетчики, мы платим 7,1. С индивидуальным прибором учета в квартире, ну, максимум семья, наверное, потребляет, ну, до 8 кубов. Мы 26 кубов не потребляем. О том, что они будут устанавливаться, кого-то предупреждают? Криворожгаз считает, что он уведомляет таким образом всех, вешая объявления на дверях. Хотя по закону должен быть уведомлен каждый абонент. Проживающий, конечно, конечно. Давайте теперь поговорим о двух домах, я так понимаю, которые решили не просто это дело, ну, не просто конфликтовать, а решили это дело как-то в судебном порядке разрешить. Что получилось, сколько это длилось, и как это проходило? Значит, Роман, на настоящий момент у меня 17 исков в суде с моим участием. Примерно около 50... Вы как кто в этих исках? Я выступаю, сначала я выступал как третья сторона на стороне истцов, то есть на стороне жителей. А потом я понял, что, в общем-то, правильнее буду, если я буду представлять их интересы. Я по образованию юрист, имею большую практику. То есть это не составило для меня труда, представлять их интересы. Настоящие, как я сказал, 17 в суде, 50 готовятся попасть в суд, если Криворожгаз не примет никаких мер. Ну, первые это были, конечно, дома, которые в пользу которых вынесли, это по Бульвару Вечернему и по Кузнецова 2, я хотел бы рассказать отдельно. И еще адрес выяснилось. Адресы не так важны. Что это за дома? Девятиэтажные? Это обычные стандартные девятиэтажные дома, где люди встали на защиту своего дома, не дали поставить. Криворожгаз в отношении этих людей, этого дома составил акт про порушение, который позволяет, Криворожгаз, после чего позволяет рассмотреть этот акт на комиссии. И по результатам рассмотрения комиссии всем жильцам этих домов была призначена ограниченная норма споживания, так называемая, штрафная санкция. 18,3 куба началась. То есть, не хочешь, чтобы тебе ставили счетчик, получаем 18,3 человека. Мы тебя принудим. Они взяли такие документы? Они взяли такие документы, обратились ко мне, мы подали иск в суд, это рассматривал Саксаганский суд, судья Прасолов, человек довольно-таки грамотный, опытный. Сколько длился? Вы знаете, мне приятно, что суд оказался действительно с народом. Почему? Потому что, если и перерывы были, перерывы были небольшие, не больше недели-полторы, все зависело от занятости судей. Это тоже надо понимать, потому что они тоже перегружены. Но я хочу сказать, что это судебное производство проходили в кратчайшие сроки. Почему? Потому что, если учесть, что мы сдали эти материалы фактически перед Новым годом, а с 15 декабря суды уже не работали, а открылись только 10 января, то фактически в феврале месяце получить решение первое, ну это быстро. Что говорили на судах? Если эти решения незаконны, то почему происходит все дальше? А вот теперь, Роман, я хочу рассказать о Кузнецово. Кузнецово – это дом, который был из самых первых, но получилось так, что из-за разрывов… Какой район где? Саксаганский тоже в данном случае рассматривает судья Попов, пока еще рассматривает. Но последнее заседание, как показало, Криворожгаз подал заявление о том, что он добровольно признает факт необоснованности вынесения акта, вынесения решения и добровольно аннулировал решение по 18,3 куба. Я думаю, что это ждет и иные решения. Почему? Роман, дело в том, что все иски подаются в порядке защиты прав потребителя. То есть мы, исцы, или вот в данном случае люди, не платят ничего, и они освобождаются от уплаты судебных сборов. Но Криворожгаз не освобождается. И в данном случае по двум процессам Криворожгаз обязан заплатить 33 тысячи гривен судебных издержек. А масштабы вынесенных актов вы представляете? То есть все упирается в потерю денег. 17 всего таких заявлений в суд было подано. Из них уже 2 получили положительные. 3. Вероятнее всего, что... Но пока что 100% на 2. Что с остальными и как быть тем людям, которые не очень активны для того, чтобы написать такое заявление от своего дома? Роман, если люди не будут активны, то в данном случае их ждет судьба десантной 1, 2, 3. Им насчитают столько, что даже я представить себе не могу. Если счетчик уже стоит, но людей не устраивает, ну не получилось у них вовремя остановить этот процесс. Мы сейчас же с вами говорим, вот в суды были поданы те заявления... Там, где люди сопротивлялись. Где сопротивлялись, и счетчик не был установлен, и 18 кубов, и 18,3 куба с человека было насчитано. Относительно счетчиков, есть ли какая-то методика, или все, там уже корабль ушел. Роман, понимаете, нет, корабль не ушел, есть много вопросов, которые стоит поднять, но опять же, все зависит от активности населения. Хорошо, 17 это те, кто пошли в суд, а в каком количестве домов на данный момент не установлен счетчик? Не представляю. Не знаете, да? Просто не представляю. Почему? Потому что, насколько я разбираюсь уже в этом вопросе, счетчики эти устанавливают подрядные организации. В какой хронологии, каким образом, сколько они установили, ничего этого нет. Хорошо, так давайте поговорим об алгоритме. Если нас смотрят те телезрители, которые отстояли неустановку такого счетчика у себя в доме, на доме, тут уже... Роман, я хочу сказать следующее, что абсолютно стою на позиции того, что стоит защищать свои права. Что нужно иметь, какие документы, куда нужно идти? Кто бы вас не спрашивал из подрядных организаций или из Криворужгаза, вы требуете установки внутриквартирных счетчиков. Второе. Вопрос об установке общедомового вы рассмотрите после 01.01.2018 года. Это однозначно. Почему? Потому что установлен срок с законом, когда Криворужгаз должен установить внутриквартирные приборы учетов. На момент установки они приезжают с определенным пакетом документов, иногда этот пакет документов тем или иным образом попадает в руки людям, кто-то ставит подписи, кто-то нет. По чем нужно подписываться, а по чем нет? Я считаю, что абсолютно... Вы знаете, я столкнулся с тем, что большинство то, что высказывают работники... Кстати, это было и выяснено в судебных заседаниях при допросе работников Криворужгаза. То, что они говорят людям, совершенно расходится с законом. Почему? Поэтому людям я советую, пока не наладится работа Криворужгаза в правовом поле, очень аккуратно ставить какие-то подписи на бумагах Криворужгаза. Согласны ли с таким решением суда в Криворужгазе? Не будут ли они подавать апеллянсы? Я пока еще этого не знаю, но с другой стороны, если они не хотят терять деньги, платя госпошлину и в апелляции, то стоит прекратить явное нарушение закона и не платить госпошлины по явно проигрышным делам. Это разумно, это логично. Как вы думаете, как будет эта ситуация развиваться дальше? Я думаю, что она уже изменилась, Роман. Дело в том, что Криворужгаз сейчас начал направлять конкретно абонентам тех домов, где сопротивляются, письма о том, чтобы люди сказали согласны, а не с установкой общедомового прибора учета, либо они не согласны. Вы знаете, Криворужгаз может писать все, что угодно, но от него можно потребовать, как раз в суде повторяю, то, что указано в законе. Чтобы они не придумывали, чтобы они не изгалялись. Я прекрасно понимаю, зачем это делается. За тем, чтобы сэкономить деньги, которые люди ранее заплатили и которые сейчас находятся на счетах Криворужгаза. Кстати, за прошлый год должны были установить примерно 13 тысяч счетчиков. Откуда я это знаю? Потому что НКРЕ обязала, точнее мы заплатили за каждый куб на 25 миллионов гривен. А скажите, вот такие решения суда могут быть такой первой ласточкой для Верховной Рады, НКРЕ и Антимонопольного комитета, для того, чтобы как-то стандартизировать на уровне законов ту ситуацию и чтобы не возникали такие коллапсы между жителями и между такими монополистами? Роман, насколько откровенно, очень серьезное лобби, я назову это слово, но очень серьезное лобби в эшелонах власти, которое позволяет вытворять такие чудеса у нас в городе, понимаете? В кавычках чудеса, конечно. Ну вот, на этом тогда и поставим точку. Андрей Немченко, депутат городского совета от политической партии «Сила людей», говорил сегодня со мной один на один на тему проблем общедомовых счетчиков, которые устанавливает на данный момент Кривой Рожгаз. Кто присоединился нам к середине программы, можете зайти на наш официальный сайт, абсолютно все наши интервью есть там в архиве, и пересмотреть нас с самого начала и до конца. Всего доброго и хорошего вечера. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»